Представляете, вообще, что мне это стоило? Хочется схватиться за голову и, боже мой! А, так оно и было! И ты раз, и как! Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй и бывшая скромняшка Крис, настоящая Дольче Крис. Добро пожаловать на канал! Да, сегодня у нас будет интересное, долгожданное видео. Мы, вообще-то, ну, уже давно как бы блогеры, да? Ты же сколько блогер-то? Пять лет, ты уже, прикинь, да? А я шесть, седьмой. Да, я год где-то снимала видео, и только потом ты решила стать блогером. И у нас одно из... Ты решила, что я решила. А, и потом я решила, что ты тоже должна стать блогером. Именно после этого видео. После этого, да? Я опередила чуть-чуть, да. Да, это одно из первых наших видео было. Нет, это уже не первое. А ты просто были мои волосы, а на твой канал у меня еще канала не было. А еще было видео, где ты была просто на фоне. Помнишь, я ругалась матом? Было такое, когда ты пошуршишь в холодильнике, а я снимаю видео. Ты теперь меня понимаешь? Когда кто-то шуршит на фоне. Нет, именно что ты приглашала меня в видео, я с тобой была, участвовала в каких-то... У меня канала не было. Это да, но вспомни, когда были покупки. Мелками, да, когда я приходила, я где-то гуляла на свиданиях, ходила, прихожу, а Селена снимает. А детская косметика вспомнила. Вот, я же и говорю, за эти видео. Мы ржали там, так я была только в кадре. Я же говорю, иногда ты приглашала меня вот так вот совместно, иногда я была на заднем фоне и лазила по холодильнику. Шуршала, мешала мне снимать, а я нервничала и материлась. А потом... Ну, что ты не материлась? Материлась я, беленький пушок. Вот там вообще не скажешь, что беленький пушок. Вот такое серое пальто. Б**ть. Это все уже увидит, да? Тихо-тихо-тихо, уже все пишется, просто я буду это все вырезать. Крис! Выключить флоры, да? Первое, с чего я хочу начать, это пальто серое, которое я очень давно хотела. Да б**ть, рот. Я вам вставлю, девочки, эти видео, вот под видео, посмотрите, эти старые видео, где я там все запикивала, там материлась. И получается, что вот это было уже последнее видео, именно последнее, параллельно с которым не было канала второго моего. Потом я как-то пришла, а, нет, мы спать уже легли, я помню. Ты говоришь, а ну-ка, ну-ка. А давай-ка блонт. Нет, ты говоришь, сядь на стул. А, и начни говорить. В общем, да. Сегодня мы решили с Кристюшей снять, вот сделали чай, покажи, суперфирменный чай от Селены СВИ. Пока Селена мне не сделала, говорю, сниматься не буду. Представляете вообще, чем мне это стало? Ну, а я вот допиваю тут уже кофе свой сегодняшний. В общем, видео, где мы с Кристиной снимаемся, одно из первых или первое, да, где из черного цвета, я превращаю ее в блондинку. Вот это видео, смотрите, она была черная и сине-черная, да? Никогда не была черная. То, о чем я говорила, на пятый уровень, это темно-русый. То, о чем я всегда говорила, что у меня уходит визуально в черный цвет. Вот этого я и сейчас боялась, но вроде бы не черный, да, такой, как сделал мастер. А там вот уходит в черный, хотя это темно-русый просто. В общем, мы решили снять реакцию, потому что и я была другой, конечно же, прошла шесть лет. У меня аж сердце заколотилось. У Кристюши сердце колодится. Но мне интересно, как она себя оценивает тогда в начале. Она тут иногда смеется, мне интересно, почему сейчас спросим, чего. Итак, поехали, мы вот так смотрим на телефончики, здесь вам больше экрана буду вставлять, и мы будем останавливаться и комментировать какие-то вещи, как что. Первый раз я делаю реакцию на что-либо, по-моему. А, нет, я делала реакцию на какое-то видео свое, сама, но вот с Кристинкой первый раз. Ну, ты готова? Ну, давай. Ну, так себя. Поехали. Привет, мои хорошие, с вами Сей Лена Сой. И мы сейчас будем краситься. Волосы у тебя красивые. Но краситься буду сегодня не я, я в следующий раз. Она одна из подписчиков. Я в следующий раз. Не одна, а две. Две подписчики. Вообще, первое, что я вижу, это то, что у меня на голове непонятно что, если честно. Ты говоришь, красивые волосы, но у меня... Ну, во-первых, мне нравится, что они у тебя блестят. И мне нравится вот этот лиловый цвет. А на корнях что вообще? Ну, я на кои-корни не знаю. Там и темные, и желтые, а потом... Ну, во-первых, может быть, воспроизведи градиент. Ты уже он собиралась краситься, ты же говоришь, это же уже подсмылось. Я имею в виду, вот, по длине у тебя... А у тебя какая, смотри, стрижка шикарная. Это я срезала... Подожди, вот у меня были еще короче, это я до этого ходила в парикмахерскую, или там в салон, не помню. И мне срезали, я прям сильно тогда волосы срезала. Ты не помнишь, у меня каре до этого, это уже отросли. Это январь, а в ноябре буквально я пришла к мастеру, она потрогала мои волосы, говорит, чем ты красила? Я говорю, а есть разница, чем красить? Я говорю, ты раз новыми красками крашу? Она говорит, конечно. По летам красила, я говорю, да, она, девочки, вы что? Никогда нельзя полить. И она по длине у меня пощупала и говорит, у тебя здесь пять цветов. И я срезала волосы и покрасила вот однотонным пятерку. Поэтому это у меня просто кора отросшая. И не уложенная. Поехали дальше. Посоветовали кое-что. Одна девочка добавилась ко мне в друзья, и я увидела, что у нее очень красивый цвет волос. Я сразу же спросила, как это она добилась. Она мне порекомендовала средства. Но их я буду использовать не скоро. Но самое интересное, что я увидела, у нее были... Вот. Вот почему ты здесь начала смеяться. Мне интересно. Что-то смотрела, смотрела, а потом в итоге за голову схватилась. Может, я что-то не знаю. Не помнишь? По-моему, ты дальше будешь говорить, что я как на фане сижу. Я смотрю на тебя, как на фане сижу с этими волосами. Ну давай посмотрим, сказала ли я это в видео или нет. Ну, может быть, я себя увидела в отражении камеры. Давай посмотрим. Ну, просто у меня другие посоветовали раньше. Я уже... Угораю там. Угораю там. Там более проще и дешевле получается. Ну, мы посмотрим, что будет. Мне не нравилось, почему? Посмотрите, угораю. Я вообще... Как это бомж. А как бомж? Как бомж, говорит Кристина. Я как бомж. Почему? А я удивляюсь. Посмотрите на мое удивление. Почему? Ты видела? Мне жаль, ну, вот. Ну, мне не нравилось, слышь, почувствую. Грязные корни, отросшие, черные. Мы сейчас... Да у всех такие. А у меня у всех такие. Я могу себе набрать тоже. Не важно. Решила поддержать, Елена. Ну вот. Самое интересное, что у этой девочки я увидела фотографию, что она была до черная, а после... А у нее такой цвет волос, который вообще хочу я. То есть она стала блондинкой. Но моя Кристинка, она тоже хочет быть цветной. Вот вы выяснили, что ей очень любим цвет волос. Как-то ее высветляли. И так волосы сделает. И так сделает. Улыбку сдерживается и смотрит. Мне не нравится. Я не умею краситься тенями, я честно признаюсь. Вот я что-то там накрасилась. Непонятно, как-то серые тени, губы как-то неудачно. Все неудачно. Просто... Любовь к себе чувствует... Ну, надо же... Я... Почему я к себе неплохо отношусь? Но вот именно этот образ, который был вот здесь... Мы же не уложили почему-то меня. Мы собираемся краситься, да? Мы специально до-после же хотели, наверное, снять. Потому что обычно, когда до-после снимаешь, ты же... Поэтому волосы не помыли, да? Так, вообще мне не нравится, как нудно я здесь разговариваю, если честно. Вот эта девочка, вот эта девочка, вот эта девочка. А у нее волосы... Да уже красть, хочется сказать. Я когда видела, думаю, блин, я уже быстрее как-то начала. Поэтому ты пока разговаривала, видишь, я себе успела рассмотреть, несколько раз покраснеть, расстроиться. Мне кажется, музыка еще громко здесь как-то играла. Можешь, это но из первых твоих. Ну, давайте посмотрим дальше. Сейчас я уже их обрезала, когда девчонки обрезают улки. Могут экспериментировать сколько хотят. Твои? У меня когда была встреча карты, я очень слышала. Мне красиво, мне не нравится. В общем, эта девочка посоветовала, что лучше всего... Посмотри, как хочется обижать. ...вам с новочкой от капуса. Мне нравится. ...все было, что все было, короче, громко. Будем стараться. Вообще здесь написано до трех раз, где нужно, если нудку не делать. Но мы попробуем один раз, потом посмотрим, что будет. Может быть, второй раз. Кристинка уверена, что после одного раза она станет просто блондей. И останется только затонироваться. Но мы проверим. Но на всякий случай, также эта девочка посоветовала блондарам. Знаете, что мне хочется, извините, сделать? Давайте чуть-чуть на убыстренки я буду смотреть. Потому что я вообще вам всем рекомендую, даже мои видео, хотя я стараюсь быстро говорить, включать на убыстренку. Как минимум полтора. Если я где-то говорю медленно, смотрите два. Лучше посмотрите все видео, чтобы ничего не упустить, чем мотать кусками. Просто включайте на убыстренку, и будет вам счастье. Как я здесь сейчас? А ты как к этому относишься? Я от тебя вот этот лайфхак узнала. Да, это вообще, да, как оно для деловых людей. Что это вот? Не написано где, что это блондаран, именно словами такие. Но люди тебе красоты сказали, что это блондаран от Estelle. Она посоветовала. А, и да, и делать его на 6%. Мы будем на 6% осветляться. Но мы взяли один. Ну, потому что крестинка уверена. Один, девочки, мы взяли один блондаран. Вот, конечно, сейчас на крестинке волосы еще пористые такие. Я тогда не знала, что в порошке волосы должны плавать. Не пористые еще? Нет, это ж мои и Estelle на пятерке, я же говорю. Но все равно они должны плавать. То есть это даже не как в краске. Краску можно потянуть, растянуть. А порошок нет, мы этого не знали. Не знали блондаран. Ну, и также потом мы затонируемся. Взяли Estelle, колдун, 161. Это как раз-таки другая девочка в комментариях. Она стилист сказала, что... Опять девочка, как раз. Их пользуются наисты, и у нее волосы прекрасные, здоровые. Я еще даже буду мотать, знаете? Но они примерно похожи, просто 161 более розовый пакет по киву. Ну, давайте, в общем, посмотрим, вот что у нас сейчас. Вот, темный сейчас у нас цвет. В общем, сейчас мы будем наносить смывку. Поехали. А, смывка первая. Любимая моя вот эта вот мусорные пакеты одевать на голову. Хорошо, напитка. Нормально. Ржак. Пакет маленький. Так, начинаю красить. Ты мне еще не чувствуешь? Нет. Окажется. Ну что, я сделала все это, намазала под фольгу, ну, по обрядкам-то. По кусочкам. И все это под салфанчик. 20 минут уже, да, и идем смысл. 20 минут это сменение тепла, а так, наверное, дольше можно подержать. Ну, в общем, я посушила феном, потом надела горячее полотенце. У меня что, какая-то козюля на носу? Шелушинка. Слушайте, ну нормально, волосы с первого раза мы посуслили. Сейчас мы посушим и посмотрим. Какая сталь, потому что, на самом деле, да, можно. Ну что, мои хорошие, мы делаем второй раз смывку. Ну, уже тогда, ладно. Ну, в общем, взяли сферку второй раз. С второго раза ничего не смысл. Ну, как мы сейчас посушили, мы будем то же самое. Значит, на следующий день, через несколько дней кресенька мы придем, мы будем обеспечивать бензарану. По-моему, сколько мыл кресенька пришла через 5 минут. Что-то такое. Хорошо, что мы сделали, потому что у нас висел светлый, более концентрированный, контраст был, чем здесь. После второй смывки у нас стало более ровно. Хорошо получилось. Что мы внутри потом? Здесь светлее, свои корни, здесь темнее. Но в целом... Ну, можно было подтомнировать, что-то так... Можно было бы сделать смывку еще вот здесь, не на корнях, а снизу. А так вообще... Сейчас наш смазь как следующее промазать. С одной краской уже это мне надо. Вообще... И волосы какие хорошие. У нас несколько дней, моя Кристинка приехала снова. Подожди, моя Кристинка. А теперь... Подожди, а прошло несколько дней или нет? Ну, ты же, честно, не зря не снимаешь. Просто это спустя. А теперь, внимание. Через несколько дней. Минут. Мы просто не стыд... Серьезно? То есть это я переоделась, а ты в той же маке. А ты не видишь, что ты просто хвостик собралась, чтобы волосы, типа, изменилась. Ты такая... Макияж, тот же. Я забыла. Чтобы не травмировать психику, кто бы начал писать, что вот... Что вы сразу, там, вот эти все дела. Надо подождать после смывки. А оказывается, после смывки сразу не рекомендуется, потому что что-то там вернуться может. Там, короче, должна что-то с реакцией какая-то произойти, она в течение какого-то времени происходит, точно не помню. Так, прикинь... Слушай, а так изменили, что я сама поверила, что это через несколько дней. Давай дальше. А где часы? Я говорю, а что ж ты часы убрала? Время видеть. Это было 10, а мы же до утра с тобой украсились. Это неожиданно утром куда-то еще поехало. Это же не новое видео, это все то же самое. Мы выходим из черного светла, и в общем, как получится. Вот такая поднезонная мальчика, вот такая зелененькая, просто сверху надела платье. Не хватит, я растяну. Не хватит, я растяну, да, нельзя растягивать вообще. Ну, это, конечно, было жестоко, так с волосами поступать. Да? В общем, дорогие мои, вообще, на счет, что я с покупанием-то получатся. Ну, в общем, я не буду порыскать. Я сейчас почему-то каплю, потому что у меня масло на голове, я же останавливаю, у меня супер-энтитивно. Я, кстати, скоро сниму видео, супер-энтитивно. Подожди, ну я успела, это не 5 минут, я успела масло, наверное, на голову нанести. Ну, до утра, как в какой-то это, разве не тогда было? Не помню. Ты меня в лон. Все, что я делаю с волосами, чтобы они стали блестеть, как раньше. Значит, смотрите, я, наверное, растянула блондаран, это, ну, что он с половиной сухих, половина же фрукса, чисто порошок. В общем, мы такие рукодельницы, не знаю, водички добавить. Кто-нибудь добавлял? Кстати, у нас два вопроса. Если блондаран разбавить с водой, то если я сейчас попшикаю и растяну, то уже, мне кажется, ерунда, конечно, получится, но уже без вариантов сделать. И еще вопрос, кто-нибудь его так вот навасывал, блондаран, а сверху осветительную краску еще, потому что блондаран засохнет. Не пишите комментарии в ночи. Потому что блондаран засохнет. А тебе до этого вопрос, что порошком не делали волосы, ты не знала вообще вот эти моменты? Мне делали порошком, но я никогда не заглядывала, как они делали. Да, я вот так никогда не высветлялась порошком. Блин, я смотрю, у меня реально сердце кровью обливается, просто хочется схватиться за голову, и боже мой. Но это все благодаря вашим комментариям уже, кто говорил, нельзя растягивать. Представляете, не сняли бы, не узнали бы. Ну, вытерпели Кристинкины волосы, прекрасно выглядят. Фу-фу. А, малой, ты видишь? Ну, спи. Найгай его. А, он с нами? Да, он. Терпи, красоту три в беджерд. Давай, лайбок. Пошло самое интересное. Деньку закрыла? Вот так. Ле, у тебя прям это, под мачку. А, я говорю, Деньку закрыла, потому что Денька, ну, я его еще не показывала. Ну, видимо, здесь нет года еще. В общем, что я хотела сказать, мы запшикли голову. С водой. С водой. Пока что ничего не видна. Я угорала. Ну, я вижу, да. Что в общем, мы запшикли все водой. Что такое, извиняюсь? Мама, извиняюсь, а что такое, извиняюсь? Пакет на голову? А, я ржала с пакета на голову, мне было смешно. Мы с тобой пакет на голову. А, смотри, мы сейчас пакетом на голову, дырочки вырежем. Дай глаз. Вон какой. Мы решили потом сейчас это смоем. Дырочки на голову. Я это смоем. Еще одна краска. Попробуем осветлить. Мы что-то упустили. На самом деле я угорала просто потому, что я понимала отчасти, что мы творим какой-то трэш на голове. Я не понимала. Ну, то есть мы осветлились, что-то там не растянули. Нет, две смывки сделали. Так это другой день, малой там. Либо не было в первый раз. Все-таки это другой день. Может быть это дальше? А, может быть просто не несколько дней прошло, а всего лишь несколько часов. Мы легли спать и на утро встали и начали опять. Может быть так. Как-то так. Ну, максимум. Короче, я понимала где-то внутри, в глубине, что мы творим трэш и что люди будут в шоке. Мне от этого было смешно. Вот смотри, тебя сейчас не так поймут. На самом деле после того, что мы не так сильно испортились мои волосы. Как? Это тебе повезло просто. Могло бы быть хуже. Ну, я, наверное, не до конца осознавала отчет, что прям... Ну, мы выдерживали не больше. Мы выдерживали время столько, сколько заявлено в инструкции. Это не всегда есть хорошо, как написано в инструкции. Ладно, давай посмотрим, что же там было дальше. Одна часть пудра, две части оксида. Кристина начала читать инструкции. Она уже чувствует недоверие пошло какое-то... В общем, такая беда, что выросли, если вы не поняли, еще один к одному. А написано в инструкции, один к одному. Надо было больше оксида, да? А, да. И, в общем, это нам неправильно сказали, Кристинке, точнее. Обычно она все мечтает, а тут она спешила, как бы, не прочитала. Доверилась продавцу, а продавец, мастер, продавец. А, продавец, мастер, продавец. Ты еще и сама покупала за свой счет. Давай супчик. Своими руками. Огурчики. Твой любимый стиль в ножке. 90-е. Пушистые волосы. Пятна, посмотри. Вот эта краска, это жесть вообще. Просто из масс-маркета. В общем, посмотрим. Просто взять краску из масс-маркета и сверху покрасить. После того, что мы сделали, это жесть вообще. Пошла. Туалет закрыла. Спрятала его. Кого? Туалет. Лайфхак. Если какая-то краска. Чего? Такие чисто житейские кадры. Смотрим, там два. Кристинка намазана. Уже время нам пора что-то смывать. Двенадцать ночи. Смывай, будет час вообще. Уже сагито было десять, блин. А это двенадцать. Как-то много совпадений. Я не знаю. А вот они семки. Еще раз вызывай. Пакетик, да, мы экономим. Вот семки. Чикиочек, Кристинка зелененький. Я это вот краски тут у нас. Это видео, кстати, многим понравилось. Многие угорали. Вот именно вот с этими семками. Вот с этим вот, ну, прям как... Да, сейчас я уже такое не показываю, потому что я выхватила в свое время какие-то негативные комментарии о том, что вот ребенок находился, да, там, и мы красим. Ну, мне кажется, что да, ну, а как? Ты когда мне наносила порошок, аромат имеет запах, порошок вообще? Честно говоря, я не помню. Краску наносила, да и не было. Мы настолько привыкли вообще к этому, ко всему, но я действительно на самом деле на тот момент не задумывалась о том, что ребенок здесь и мы красим, потому что, видимо, мы уже нанюхались и не чувствовали, хотя, ну, многие действительно были правы отчасти. Я тоже подумала такая, блин, но, видимо, вот я не осознавала этого момента, да, и... А с другой стороны, ну, а кто живет в таких? У нас был очень маленький, как бы, да, и оставлять его не хотелось, хотелось, чтобы он был с нами, чтобы он не грустил, не плакал, не звал маму, да, там, как-то. И мне показалось, что то, что он будет рядом со мной, это лучше, нежели он будет где-то там, тем более окрашивание не занимает мало времени. И, кстати, аммиак я обычно выветривала, ты помнишь? Да не было, когда это пудру или что-то там, я там, по-моему, нет особого. Но я взяла на заметку все равно себе, чтобы ребенка, ну, не было, и я потом его вот так вот, ну, не делала, потому что я просто даже об этом не подумала, что запах... Ну, да, все проходит с опытом, он не плакал, в принципе, сидел. Да, и вот это вот все, то, что мы снимали, конечно, сейчас уже так это не снимаю, но и в этом кайф. Вот очень многим именно это и понравилось. Соска! Сарат, вот как, может, соска, уже... Да, вот такая срачка, подожди. Таракан, подожди. Таракан, таракан, чего в Богу нету. Сделай обычную скорость, ничего не слышно. Да, слышно. Денька. Денька заступает, я сказала. Стой-ка. Блинчики твоей мамы любят. Ты делаешь нормально, Микат? Может, прошло, знаете, сколько времени? Не знаю, что мы показывали, сколько было времени, но сейчас у нас уже... И я все-таки младшим. Сидели с тобой. Я же, как раз, это наложила. В общем, весело у нас, да. Что такое? Одна лампочка выбила. Ну, ничего страшного. Лампочки выбивает, нормально. Семки, смотрите. Как она держит? Семки, нажав мне семки. Назов мне семки. Да, стюк. Давай, стюк. Сила, жива. Да, стюк. Да, стюк. Посыновенок. 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 Девочки, это Кристина, вот она все... Она гораздо на всякие приколы. Дай семечек, посыновенечек. Только здесь у меня дай семок, а она сказала посыновенок. Кто-нибудь знал такой прикол вообще? Ну, я слышала где-то. Семокультурные девочки только что в стиле подбирали. Красивый лакшери. Это в другом виде, в этом можно. Чего посы? Посыновенок. Чего посы? Чего не помни? Это что такое за тем? А? Где-то зачем? Дай семечек, посыновенок. Я решила присесть, смотри. Посыновенок. Ты слышала такое? В детстве голову, дай семечек, а я отвечаю посыновенечек. Ты же не можешь туда укладывать? Ты же не можешь туда укладывать, наивная. А куда ты туда укладываешь? Ты плохо вывелишь. Ты плохо вывелишь, говорит мне. У человека без комплекса на самом деле. О, вон, в философную пошла. Тяжело, видимо, бывает. А есть же такие женщины, которые... Есть же такие женщины, которые встают раньше мужика всего на 2 часа, да. Да, вот красоту. 2 часа по 3 часу. Есть, которые по неделю шивают, но это отдельная история. Делай нормальную скорость. Нормальную скорость. Половину непонятно. Мы здесь говорим о том, что... Кристина говорит, что Брижит Бордо всегда накрашенная перед мужем. А я говорю, что это, ну, бедные девушки вообще, которые... Она выходит, она... Я там смотрела передачи, что у нее своя комната, и она пока... Она, то есть, чуть ли не на каблуках накрашенная с прической раньше всю жизнь. Самое интересное, что... Вот я говорю, бедные девушки. Это я относительно себя. Просто если бы мне пришлось... Ну, да. И нужно было, необходимо так себе жить, чтобы встать... Раньше мужика на 2 часа. У меня мама тоже раньше красилась по 2 часа. Стрелки пока выведет, пока то-сё. Ну, как-то это ее жизнь была. Раньше вообще красили, смогли в понедельник накраситься, чтобы... Мне кажется, это смотря кто. Все-таки от человека зависит. Кто-то не мог носить косметику по несколько дней. И сейчас есть такие люди. И сейчас, естественно. Знаю, что... Смывают раз в неделю, косметик подкроют. Чтобы время утр... Подожди, нет. Ну, если человек работает с 7 или с 8, от звонка до звонка, хочет выглядеть красиво, можно в понедельник накраситься, в субботу или в воскресенье, банный день. В пятницу хотя бы. Ну, выходные-то есть у человека или нет? В выходные гулять надо идти. А, опять краситься-то. Время-то... Ну, хотя бы вечерком. А перед мужем хочется в макияже выходить. Короче, для меня это всегда было... Мне кажется, уж проще. И дешевле, и энерго... Как бы и выспиться можно, и кожа будет здоровее. Это полюбить все-таки себя не накрашенная. Я очень рада, что я себя люблю не накрашенная. Я даже себя не накрашенная рада... Со своими точечками, со своими полосочками. Да, канапушечки, родинки. Все любить надо. Да, и типа я говорю, что это трэш, бедные такие женщины. Но кому-то это в норму. Ну, если в норму, то супер. Хотя мне кажется, что есть более полезные вещи, на что можно потратить свое время, чем встать раньше мужа на 2 часа и краситься, краситься. Ужас. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Ну, и что-то дальше там пошло у нас. Еще что-то мы обсуждали. А, те, кто не вкусно. Синги, кстати, были невкусные. Они все были сыры. Они красятся за 2 часа, и вот этот мужчина их никогда не накрасит. Не, ну, может, это и правильно, конечно. Но лично мне лень. Кто так делает, живет супер нормально, но молодцы, на самом деле. Я вот каждый день краситься, запариваться. Не, не, у тебя не поменялось. Не, у меня не поменялось, да. Ладно, давай краситься. Молодец, что-то не хочет спать, будь с нами. У тебя жемчужный цвет какой-то волос. Я смешиваю снова краски. Холодная тема. И еще хотел сказать, что это видео будет для тех, кто реально, ну, как бы, я могу на камере выглядеть и хорошо, и стараюсь там накраситься, а иногда мне хочется вот так вот выглядеть реально, пофига. У меня волосы в масле, у нас сейчас кухня красоты. Такое оправдание, да, звучит. Ну, просто я уже знаю, что сейчас много будет. С мыслой поговорили. Знаю, что, что... А, кстати, ну, сейчас, досмотрю. Много комментариев, как будто бы накрасилась или там накраситься трудно. Первое, что да, мне сразу отвечу, что да, мне накраситься трудно. Ты сразу же, реально, вопросы, ответы, комментарии, ответы. Мне кажется, что видели моё истинное лицо, вот, пожалуйста, такая я накрасимая. И вот честно, вот у меня вообще нет по этому поводу ничего, что я как-то... Ну, просто я не считаю, что я выгляжу плохо. Еще я выгляжу по-другому. И девчонки, кто комплексуют, реально, полюбите себя просто и не комплексуйте. Это чувствует человек другой, мужчина, там, если вы там ищите, да, мужчину. Потому, а полные девушки, когда, вы знаете, есть полные девушки, да, и находят парней, какая-нибудь худышка, такая красотушка вся закомплексованная, сидит одна, а какая-нибудь пышечка, например, да, ну, грубо говоря, и может быть, даже где-то не такая симпатичная, как та другая, счастливая жена, имеет детей, любящего мужа, который ей не изменяет. А почему? Потому что она внутри уверенная в себе, добрая, красивая, открытая, и всё у неё в жизни будет хорошо. А человек, может быть, немножко там и симпатичная, и худенькая, а закомплексованная, боится там, что-то лишний шаг вправо, шаг влево, не расслабленная. Это чувствуется мужчинами и вообще людьми, поэтому в таких людях не делается. Мне кажется, ладно, видео, два видео, вот этот кусочек мог быть отдельно, самостоятельно. Отдельно видим, я тоже смотрю, ты понимаешь, какое видео ни глянь, везде про слизистую психологию Селенина занимаешься, я не могу, то есть копейки им ставить. Нет, чувствуется твой диплом, ты же на психолога училась? Да, мой незаконченный диплом, да. Ты такая скупая, слеза, потиха. И чувствуется, что как бы я его сознательно не закончила. Чувствуете, что сознательно не пошла, потому что у меня есть мнение. Че да как вам все? Но я полностью подписываюсь под своими словами, а ты согласна? Да, я согласна, что ты так и сейчас говорила. Вот защитная сыворотка, как-то появляется прям красным, потом волосы не такие сильно улыбные и становится. Ой, тут еще уход еще делается. А, это окей, да. Надеюсь, рябки облудовались. А, нет, а, ну да. Шапочка-то. Ну, не прям волосы, но ладно. Итак, девочки, смотрите, что у нас получилось. Накрой нитки сверху, тут еще не совсем понятно, что... Че, это изменилось? Волосы ослепились вот этой красочкой, и волосы, я вам скажу, стали еще мягче, чем были. После краски такой-то хорошие волосы. Ты же только что говорила, что краска ужасная убивает. Краска ужасная, в ней реально очень много оксида. Да, обычно, если мы берем масс-маркеты, вообще говорят, что там 12 где-то... Я слышала, 9-12. 9-12, да. Если есть 15, 15 бахнули бы. Но они делают какие-то супер-пупер уходы, что ты этого не замечаешь. Первый раз? И первый, второй. А, ну все, какая разница? Они реально блестят. А, смысл, какая разница? Ну, если нет разницы... Зачем платить больше? Ну, ты так закрасилась вот этой краской, и тебе она нравилась. Тут и зелень пошла на кончиков. Да, пошла. Прям зеленца бурюзовая. А ее не было? Да, вот она появилась отчетно. Под низом. Мне не страшно. В общем, сейчас мы будем до низа. А, под низом это. Опять красить, да е-мое. То, о чем ты говорила, проявилось, видно. Нужно было реально подождать, а проявилась опять моя краска. Поняла? Мы сразу, потому что, на самом деле, мы сразу все это покрасили. Мы не ждали никакой день-два. Мы не понимали, зачем ждать. Я тебе говорю, вот было в 10 часов, когда ты мне вот последнюю наносила смывку. А вот это уже в 12 или во сколько. Вот она. И чернь стала проявляться. Здесь ничего не изменилось, а чернь проявилась. Ну, наверное, кстати. То, вот о чем предупреждают все. Тихо говорю, ребенок спит, наверное. Вот это не понравилось, Рефибра? Ого, я больше не покупала. Ну, тогда не понравилось, не знаю. Мне кажется, я ее покупала. Тебе тогда понравилось это. Потому что такой маленькой штучки надолго хватит. А стоит на сколько, Кристина? Тридцать. Такой хороший. Смотри, красиво. В принципе, за исключением этих темных кончиков, которые у нас остались, которые никак не до него... Ну, что-то в этом есть, кстати. Как по кончикам застежка. И он не рыжий, а медный такой, как мне писали. Карамельный мне нужен медный. К вам вопросы. В общем, Кристина категорически отказалась. Волосы такие стоят. Они в масле. Я их уже буду мыть. Они все в масле уже. Такое ощущение, что за 300 лет прошло. Мы моими волосами занимались. Все, показываю волосы. И на этом спасибо. Я ей такое говорю. А так она хотела в дорогую салон пойти. Я выпущу салон. Я сама все сделала. Так она хотела в дорогую салон пойти. У тебя был дорогой салон? На помете. Она хотела. Вот смотрите. Она говорит спасибо. Так она хотела в дорогую. И на этом спасибо. Селина, и на этом спасибо. А ты когда хотела в дорогую салон пойти. Да. И девочки, кто осветлятся? Та девушка, которая мне рекомендовала все это, она, конечно, осветлялась 5-6 раз где-то. Я пожалела Кристинку, не стала 5-6 раз. Мы просто в одну ночь все. Представляете, если бы 5-6 раз ее осветляли? Ничего бы не было. Мы хотим, в общем, такие, чтобы как у меня было. И чем вы осветляетесь, так, чтобы бережно. Вот реально, ну, я планирую еще, может быть, той же самой красочкой, так же ее осветлить, может быть, один еще два раза. Но эта тонировка, она совершенно как бы особо не взяла. Вот видите, я даже вот обращаю внимание, да, сравниваю свои волосы с Кристинами и говорю, мы хотим вот такой цвет. Вот мне кажется, из этого можно сразу понять, что я вообще не парюсь по поводу того, когда кто за кем повторяет. Более того, я даже сама делаю так, как у меня, понимаете? Как у меня, я без проблем. Хочешь, как у меня цвет, я сделаю. Я сама тебе сделаю. Зачем нам дорогой салон? Да. Класс. Мы хотели получить. Получили, но, да, нет. Салон получился, в принципе, насильно. Так что советую, девочки, кто из темного выходил в светлое, пишите нам, пожалуйста. Мы будем очень рады прочитать ваши комментарии. Может быть, что-то примем для себя. Хотим сделать Кристинку и Плантинку. Все, ну, хорошо, это было тяжелое видео. Просто два захода, и мы устали, и вообще, у нас много дел. Утром, а уже шесть утра, как бы, может, даже ездить. Шесть утра. Я тебе говорю, это была одна ночь, поэтому цвет не изменился. Более. Кристинка не стала поворачиваться, она еще стеснялась. Слушайте, ну, подведем итоги, что хотела я сказать. По поводу своей внешности, например, я мне хотела сказать. Ну, я смешно выгляжу там, да, но при этом вот эта уверенность в себе, может, даже и излишняя, хотя мне всегда, кажется, все в нормике, как-то вот оно все забивает. Хотя вот я на внешность смотрю свою, думаю, блин, ну, подкрасилась бы там, что-нибудь сбритонировала бы волосики. Подожди, подожди. Это жирная голова. А еще, подожди, подожди, еще нижняя челюсть. У меня сейчас же стоят виниры, я сделала без обточки, светленькие. Да, да, да. Все старые, видите, у меня, я делала брекеты себе на низ сюда. Потом, после полугода, Envisaline я носила капы такие. У меня выровнялись волосы, блин, зубы. Мне поставили ретейнер на полгода или на год я его проносила. Потом мне сняли этот ретейнер, у меня разъехались зубы. У меня везде на старых видео щель вот здесь внизу, которая никогда в жизни не была на моих родных зубах, да. Вот, и после этого, то есть, я уже мечтала... А, еще начали стесываться зубы. То есть, один меньше, один выше стал. И в итоге я, ну, решилась и сделала виниры. Вот вверху у меня... Ты сейчас не жалеешь? Люминиры. Я не жалею, потому что по цене это очень... Бюджетно. Бюджетно. По сравнению с верхними у меня стоят люминиры, и это было там, блин, ну сколько, 250 тысяч, что ли, 8 зубиков. Сейчас миллион это где-то будет стоить вот это. Доллар? Твои полголовы. Подожди, сейчас стоит где-то это 25-30 тысяч один зуб. Ну, посчитаем. Если 25, 10 зубов, 250 тысяч. Где-то так это и стоило. Просто был поменьше. Доллар вырос. Но оно стоило дешевле. Я делала 700 рублей один зуб был. Сейчас, ну, короче. Плюс там сделать слепок, плюс два месяца ждать. Конечно, вот эти верхние, они прям как навсегда. Тут мы немножко о зубках, да, поговорим. А вот эти, которые внизу, которые делают композитным материалом, сейчас очень много кто делает, в Москве этого очень много. Зубик стоит один там 7 тысяч, 7 500, можно и подешевле найти. Вот в Махачкале парень делает 3 тысячи, по-моему. И в Ростове от 3. И в Ростове от 3, да. Вот, и просто композит, он стирается. Вот я ем, да, я ем, и он стирается, 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 и ты это видишь, и все равно тебе нужно делать... Реставрацию. Реставрацию, да. Серьезно стирается? Через 5 атлетиков, да. А с этими я хожу уже там сколько, 10, и оно ничего нигде не стирается. Но если оно отколется, то надо будет пойти, конечно, там и поменять. Ничто не вечно, моя хорошая. Моя хорошая. Вот. И да, я везде на старых видео смотрю на эту нижнюю челюсть, думаю, блин, блин, блин. Думаю, не надо тебе смотреть на свою челюсть. Наоборот, мне кажется, это прекрасно, что тебя зритель полюбил, когда ты показала себя, какая ты свое нутро, какая ты можешь быть самая, ну, хотела сказать некрасивая, но хочется другое слово подобрать, как бы... Домашняя, самая простая, когда ты делаешь маски, когда ты там мало подкрашенная, или вообще не накрашенная. Когда ты вообще ничего не делаешь. Когда ты жуешь семечки. Когда ты неделю к лицу не подходила. Ножка за ножку, вот. И рассуждаешь об Риджит Бардон. То есть, получается, что... Поэтому... А потом ты как раз цвела, когда у тебя уже появились люди. Наши люди под ними держат. Поэтому я думаю, что... И тем более, вот видишь, опыт какой получили колоссальный. Все-таки, вот в этом видео я настаиваю, что это было все в одну ночь. Поэтому краска... Булон, если бы мы реально с тобой покрасили, через два дня, как мы с тобой заявили, Кристинка придет ко мне через два дня в гости, Кристинка никуда не уходила. Посушила волосы. Поэтому краска не просто... Она видишь, даже волосы не высветились. Они не стали еще белее. Хотя могли. А наоборот, проявился этот черный цвет. Это говорит о том, что проявилась вот та вот темно-русая краска. Может быть, я масло намазала специально, чтобы для отвода глаз. Типа уже и волосы другие, да, намазанные. Ну... Да, да. Хитерая баба. Потому что, раз уж ты, я не знаю, у тебя волосы были не свежие, и ты, чтобы во втором видео... Как ты можешь сказать? У меня опять они не свежие. А-а-а, так оно и было. Это все правда. И ты и раз, так маслом это говорит о том, что безвыходных ситуаций не бывает, и не надо расстраивать никогда зрителя. Вот, знаешь, вот раньше вообще очень часто там вот говорят, что я вот такой весь чистый, такой пушистый. Я вот, например, где-то, когда вижу какие-то ситуации, которые часто не показывают, да, вот и блогеры, и по телевизору, а когда кто-то показал, ты прям чувствуешь, блин, да я же такая же, у меня же так же иногда бывает, а и бывают они иногда. Да, и вот еще хотела сказать, да, чтобы все сильно за чистую монету не брали, когда показывают что-то, да, вот смотрите, как мы сняли видео, я сама себя даже где-то тут, опа-опа, и даже не поверила, сама бы подумала, что действительно через несколько дней сняли. Так, в принципе, и везде, когда мне о ком-то говорят, о каком-то человеке или там блогере, да, когда не знают лично человека, это, конечно, все, что человек показывает, это только то, что он хочет о себе показать. Это то, что он хочет, чтобы о нем знали, исключительно. А то, что не хочет, он не покажет и не снимет. Только если он не глупый и не обосрался, представляете? Если он не глупый и не думает, что то, что он показывает... И не помылся, да? Блин, нет, он думает, что то, что он показывает, это нормально. Есть люди такие глупые, они снимают. Но с другой стороны, что здесь такого, если ты пока кто-то скажет, ой, ужас, даже с маслом мне надо показывать семечки, это спорный тоже вопрос. И с другой стороны, что-то про себя рассказать, да, там то нельзя говорить, то. Так это вот я к тому... А ты говоришь глупо, почему? Нет, это, например, к тому, что я не вижу в этом ничего. Все мои ролики проходят мою цензуру, а она у меня не такая, что, знаете, прям делать, что хочу. Я человек принципиальный, и я знаю, что такое хорошо, что такое плохо конкретно. Поэтому мою цензуру, если прошел, то значит ролик нормальный. Вот твоя цензура. Моя. Все, ничего не резать. Ну не. Должно остаться что-то. Ладно, мои хорошие, все, Кристинке тут звонят, одолевают ее. Мы ролик вам сняли, надеюсь, наша реакция на наш старый ролик вам понравилась. Напишите, что думаете по поводу этой реакции. Вы изменились ли мы, что-нибудь изменилось ли в нас? Стали ли мы степеннее, мудрее, краше, да, умнее? Что там скрипит у нас вечно вот это? Что? Стулья купила какие-то не очень. Ага. Может они тебе не нужны? Ладно, я шучу. Все, мои хорошие, будем прощаться, любим вас, целуем и готовим много разных интересных видео. Если у вас будут идеи, что бы вы хотели, что бы мы для вас сняли, обязательно пишите в комментариях. Ну а мы с вами прощаемся. До следующего видео. С вас же лайк и подписка на оба наши канала. Кристинкин канал под видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok